Добрый день, дорогие друзья! С вами Петель Мэднес и с востока к нам направляются гоблины. Гоблины могут прийти, если мы сломали... Вот, Кремзоновское сердце. Ну, я не уверен, я все уже забыл. Я правда не знаю, как влияет... Ой, смотрите-ка, вечеринка. Да, у меня здесь оно началось, вдруг что-нибудь интересное мне продают. Угу. А как же, продают. Да. Ко мне пришла... Как ее там зовут-то? Розальва. Кстати, красивое имя напоминает какие-то швабские имена. Швабия, если что, это регион в Германии. Я понял. Ой, вот они, все, пришли. Я вам скажу, это... Это охренеть, какое сложное событие в Эксперте. Просто невероятно сложное. Особенно с призывателями. Стрелами вас запулять. Здесь самое сложное, как я уже сказал, это... Это вот они. Ну и не только, конечно. И, кстати, можно очень много денег получить. Здесь самое сложное, это такой... Враг-призыватель. Он... Кстати, с него очень много всяких крутых плюшек падает. Хочу сказать. Ну, убить его, это такой труд. Вы просто... Блин, офигеть. Он скоро к нам придет. Я не помню, на каком проценте. Музыка тут тоже классная. Золото уже набили. Да, сколько у меня денег. Просто вообще много. Так. Думаю, идем на нашу арену. Или все же нет. Да, мне... Не помню, говорил ли я вам, но... Мне выпало, кстати, седло. Липкое. С... Этого... Ну, как его? Все время забываю. Все вообще, все время забываю. С этого. Ну, со слизня большого. Короля слизней. Оно, кстати, выпадает с очень маленьким процентом. О! 31% уже. Ничего себе. Ну, это вот остальные две трети будут просто адовыми. Я вас уверяю. Помню, я... Только с ними морочился. С этими... Эх... Как их? Говлинами. Вы где? Лол. В чем дело? Оно только в определенных границах происходит? Прикольно. Так, что же вы столпились-то все? А, черт. Нужно еще наделать стрел... Стрел. Так, какой же я был дебил, что назвал вот эти вот сундуки? Ю... Ну, необычный и обычный, соответственно. А... Юзлэс... Юзфул должно быть. Вот вали. Тоже мне. Так. Во-первых, вот это. Во-вторых... Во-вторых... Альфред. Мне бы... Стрел. Вот столько. Все. И теперь сможем сделать. Мало, конечно. Пойдем. Эть. Да, также я нажал на коробку с патронами, и теперь с каким-то шансом они у меня не будут тратиться. Блин, чертова яма. Лучники у вас вот нашлись, да? Ой-ой-ой. Ничего себе, сколько с них денег. Сколько с меня сейчас денег. Они соберут. Потому что... Так. Так, я не собираюсь так делать. Я лучше все сложу. В свою коробочку. Как умный человек. Эх. О, половина уже. Вот. Следующая половина точно уже будет самый адовый. Начнутся эти призыватели. И остальные представители. Роты гоблинов. Призыватели чем сложны? Они спавнят... Собственно, призывают всяких придурков летающих. Нет, я так не могу. Я вот... Вот что сделаю. У меня же... Вот кто есть. Медсестра. Я, кстати, наверное, ее переселю на арену. А сюда... А сюда... Это же разве честно? Все, это не в моей юрисдикции. Здравствуй. Да, ну... Как же вы мешаете? Отстань. Да, ну... Да, ну, блин. В десяти ром бы меня еще атаковали. Блин. Всю... Вечеринку обломали. Гады. Только это и умеете. Да, ну, черт. Черт. Как говорил, тот дядька из сто пятьсот. Ну, не вот... Не Макс вот этот вот, а из какого-то видео. Да, ну, блин. Чего ты перед носом-то появляешься? Всем уже? Со своей магией. На твоей... А это ты кто? Пион. Не знаю, как переводится пион. Кроме как пион. Но это, кстати, один из самых слабых... Гоблинов. Вот сколько вас. Ну, слушайте, хорошая вещь это стрела-шута. У вас обычные стрелы. Слушай. Девяносто четыре процента уже. Но такого не может быть. Это что? Это прикол? О призывателе. Чё за... Слушай, ну я почитаю про это событие. Спайки Бул. Так. Снова я тут. Без денег, кстати. Ну, сейчас обо всём поподробней. Так-то лучше. Без денег сейчас объясню, почему. Итак. Первое, что у меня появилось, как вы видите, это картина. Кто-то, может, увидел. У меня ко мне вот... Вот отсюда... ... ... ... Переселился. Кто там? Мартино. Мартино. Карасильщик. Также я здесь построил комнатку для портного. Будущий портной наш гуляет где-то тут. Но об этом тоже позже. Так. Здесь медсестра. Всё как по-старому. Так. Ко мне пришёл... ... ... ... ... ... Это этот. Как его зовут-то? Продавец оружия. С ним связана моя потеря денег. На очень важные вещи. Как вы можете заметить, я уже добыл метеорит. Вот отсюда. Да. Столько раз я тут умирал. Ну да ладно. У меня баннер. Ну вот этой вот главы. Которая там летает. И... ... ... ... ... ... ... ... ... Короче, да, я заставил два книжных шкафа. Это же гид. Он типа всё знает. Они говорят, что здесь есть человек, который скажет тебе, как выживать в этой... ... ...на этой земле. Ой, погоди, это я. Я знаю. Так. У него никаких изменений. Норсон. У него тоже я... ... ... ... ... ... ... ... ... Ладно, пока вам расскажу всякое. Так. Чё это я тут расставил? Это для... ... ... ... Сделал этого окончательно. Собственно, вот здесь. Это что такое? Это такая вот кишка. Поначалу это кишка. Но потом мы будем спускаться всё ниже. У меня большой мир, так что эта кишка будет продолжаться долго. И тут вот на такой примерно территории будет располагаться темница. Многие люди, которые, ну, слишком ленивы, чтобы говорить слово темница, они говорят слово данж. Как будто они умные очень. Так, здесь у меня лампа сердца, этот огонёк. И вот смотрите. Вот здесь, в этой крепости, тут ходит старикан такой. Ужасного вида. С красными глазами. Ну, в общем-то, старик такой мерзкий. С ним поговоришь днём, и он тебе ничего интересного не скажет. А вот ночью он... ...появится кнопочка, ... ... ... ... ... ... ... Так, Розальва, я вам показывал, кажется. Джонни, этот рыбак. Я вот... ...по какому принципу делал комнаты? Мне кажется, это никто так не делает, кроме меня. Мне кажется, это очень интересно. То есть, портной... Я не знаю, почему портного я сделал... ...такую... ...ну, такую китайскую, японскую стилизацию. Но почему-то, мне кажется, портной... ...просто он такой дед, знаете... ...белый весь. То есть... ...грязной работой портной не занимается. Он там мелом что-то чертит. И вот такой ему тоже белый. А китайцы и японцы, они же аккуратные. Типа такие все. Чернокожему продавцу оружие не специально сделал... ...темное дерево. Но, мне кажется, оно ему подходит очень. То есть, знаете, такой таинственный, типа... Вот, кстати, причина того, что я потерял все деньги. Нелегальные части оружия. Они нужны... Да, я... ...мини-акулу еще достал себе за 35 золота. Купил себе мини-акулу. Она, кстати, важный предмет достаточно. Хоть и носит крайне мало урона. Она даже слабее, чем мой меч. Второй. Деревянный. Обычный. А еще и зилус тут. Ну, крутая. Также достал гарпун. У меня была битва с гоблинами. Еще одна. Достал также метеоритную себе броню. Ой, знаете, как мне нравится? Я вот не стал все спускать на метеоритные слитки. У меня их даже нет. Я сделал себе... Я оставил себе именно руду. Потому что если ее смешать с камнем, то получится очень красивый... Очень красивый блок. Метеоритный. Золото. Вольфрам. Их у меня не будет. Я вот, знаете, что боюсь? Здесь есть такой вот... НИП. НПС. Я привык называть НИП, потому что в Терраве чаще так делают. Тусовщица. И хорошо было бы... Ну, она, знаете, такая... Не очень задумывающаяся о жизни особо. Типичная тусовщица. Глупая такая. И... И все такое. И для нее я бы хотел сделать домик из жвачки. Она делается... Это вообще, блин, предмет для крайне богатых людей. Потому что... Вот просто так ты кучу орехалка не наберешь. А хочется именно из жвачки. Жвачка делается из орехалка. Да, монетная просеивалка какая-то. Это она у меня выпала с... Провавые луны. Здесь все то, что есть... Вот... Вот здесь. В... Ну, только переносная. Хорошая вещь, кстати. Сюда можно складывать все свои деньги. Если ты идешь в какой-нибудь ад, и ты знаешь, что тебя там грохнут. Так. Да, кстати. Вот... Чем же хороша вот эта... Метеор сьют. Сьют. Метеоритная фигня. Ой, вот это я, наверное, себе до конца игры оставлю. Роза джунглей. Я ее нашел в джунглях, соответственно. И теперь, наверное, не буду снимать. Да, также заменил лампы, которые очень дорогие в производстве. Вернее, на лампы заменил вот эти факела. Вот, также сделал такую крутую вещь, как... Эйджел. Что это означало, не знаю. Эйджел. Эй... Спейс гам. Это... Ну, пушка, короче, космическая. И вот в сочетании с... Вот этим вот сетом, она... Очень крутая достаточно. О! Очень крутая Потому что не тратит Тратит ноль маны Вот тут даже написано Сет бонус, то есть бонус Отношения всех трех элементов Спейсган Вот он Тратит ноль маны И мы это замечаем Двести Двести двадцать А, что-то у меня такое есть Вот Эркейн Он добавляет Двадцать очков магии Вот Блин, капитал весь свой растерял Так Вот я у него картинки купил Всякие Да, кстати, не думаю Видел ли кто-нибудь мою новую арену Вернее, новый домик На арене Домик на арене Это вещь хорошая Важная Так как она Защищает Защищает она От всяких бедствий Че они, блин, тут Снуют Снуют По ночам Спать надо Так Мой остров Парящий Здесь надо какое-то освещение сделать Ладно, посмотрим Да, когда-нибудь я доделаю свое арену Вот здесь Это как У Буйкиных, кажется Или как их там звали Тоже у них ремонт был все время недоделанный Не, я как-то По телевизору их Видел иногда Давно еще Так Так Вот здесь Собственно домик И все, что нужно То есть лампа сердца Она Регенерирует Вот водяная освещение Которая Ну, увеличивает количество Ммммм Врагов Которые тут Спавнятся И сердечко Как Знак того, что Здесь Помощь Всегда окажут. Думаю, куда-нибудь в другое место это нужно поставить, чтобы как знак. Типа... Ну, как знак, да. Нам вообще-то надо монстров убивать, чтобы заработать. Да, что плохо. Что вот... Плохо, так это то, что это оружие не имеет отбрасывания никакого. То есть, очень-очень слабые отбрасывания. Да ну что, блин, озверели. Зато ману не тратят. Да оно мне на один раз всего, да и у боссов у всех, кроме мозга Ктулху, кстати. У них у всех иммунитет как... Да ну... Хвыщ. Иммунитет у них к отбрасыванию. Так, все, достаточно заработал, отойдите. Вот, 30 серебра. Неплохо. Так, я думаю, когда солнце выйдет полдень, короче, мы уже пойдем. До тех пор нам надо заготовить всякое. О! Ой, что я говорю? Так. Приветствия, пиксель. Бутылка. Так, у меня их куча. Помнится. Где они? Во. Бутылка. Тут классная вещь. Так, ладно. Бутылка. Мы идем, набираем мне водички. Это делалось очень просто. О, 20 жизней устанавливают. Вот так. Вот, смотрите, какой урон в секунду. Ну, сейчас он маленький, там за 100 заходило, потому что я один раз выстрелил. Устреляет она очень быстро. Так. Вот из этого можно кучу всего сделать. О! Делие смены пола. Я помню, делал его как-то. Обстенного кожа. И все. Так, делие регенерации. Ага. Крутая, крутая штука. Вот в двух своих старых играх, ну, прохождениях, я никогда, никогда не готовил зелья. Я их всегда находил. Придется осваивать это дело. Делие-делие, я помню, в Гарри Поттере позиционировалось как что-то тупое. Так, вот такие вот. Я не знаю, в общем. Так. Вода в бутылке. что-то дневноцвет, что ли, как-то это приводится. И грибочек. Так, наделаем мне предостаточно. Свифт. не нужно, мы на лагонятке будем. Джиллс или гиллс. Кораллы, зачем мне это? Айронскин и Айронскин. Ага, из железа. Умные. Манарь генерейшн. Мэджик пауэр. Фэзер фолл. Спаланка, все-то мне не нужно. Флэску. Пати. О, вот эти штуки, кстати, прикольные, но они тупые какие-то. Ворм. Чего? Снижает урон от холодных. Ну, тех, кто может тебя ранить. Зачем? О, Стардаст. Солар, Вортекс, Набула. Ой, а Войт еще? Из Луменито? Умный, что ли? Титан. Ой, там они все, у них иммунитет. Прикол, Вормхол. Это для... Это для этого. Для многопользовательской игры. Телепортация. Ой, а чего? Ни хрена себе. Проще найти. Да, кстати, скоро будем выполнять квесты рыбака. Зелия любви. Ну, это не нужно абсолютно. Зелия ванизма всякого. Инферно. Игнитос. Эндюранс. О, оно все из рыб делается. Жизненная сила. Призмит. Резервейшн. А что, нельзя на 15 золота раскошелиться и купить эту коробку? Ой, вот это прикольная штука. Надо как-нибудь сделать. Вайгейтед лартфиш. Ой. Калмин. Хартрич. Флиппер майнин. Сонар. А что это? Ой, вот это, кстати, крутая штука. Надо как-нибудь сделать. Дейнджернис. Титан. О, вот это, кстати, тоже крутая штука. Фишн. Что-нибудь для мана мне нужно. Ой. Мертвая трава, кактус. Мы его даже не убивали еще. Кстати, пора пожрать фермеров. Батл. Это вообще нам не нужно. Ой. Найтол, Шайн, Инвизибилити. Тупое абсолютно зелень, не нужно. Копатель, копатель. Так, Айронскин. Хорошая вещь. Тридцать у нас сейчас засчитаем. Вот уж надо делать таких. Так, регенерейшн. Регенерейшн. Или регенерейшн. Не знаю. Так, цветочек и грибочек. И цветочек и железо. или аналог свинец. Железа у нас мало. Ну да ладно. Грибочек. Все есть. Так, грибочек. Ты где? Вот он. Сколько много. Слушай, я вот и не знал, что для этого так много используется. Ель тут. слушай. Так. Ой, нужно все с собой брать. Так, цветочек и грибочек. Ага. Так, какой механизм? Мы ставим на стол. Ну, давайте к гиду водит. слушай. Водичку. И делаем зелень. такое, одно, такое. Одно, такое, одно, такое. Ну, одно, такое. Так, забираем. Хотя здесь оставим. Или стой. Нет. мы его сюда пригоним. Во. Хотя у нас будет такая штука, которая позволит зелье варить. Зелье варка. Но это не скоро. Денежки. Даже золота нет, ну, нет. Но это все во благо. Между прочим, ушло. Потому что из этих нелегальных частей оружия делают самые крутые вещи. так. Че же нам нужно? Блин, хочу выделить еще один сундук вот это вот. Вот это все. Че у нас тут еще есть? Свиф, на сайлин, скин. Ладно. О, да. Да, эта штука классная. Слушай, а вот может ее тебе вместо вот этого слишком неподходящего для шахтера золотого светильника поставить? О, как шахтер. так. Это тоже сюда. Так, и это сюда. это... что с этим делать? Так, ну, это хер знает. Давайте сюда поставим. Гореть будет. да, у меня была также идея продлить вот это вот вниз. Ну, это потом. У нас тут будет куча жителей. Да, еще вот травы здесь можно полностью выращивать. Но это надо прочитать, как делать травы. Ладно, пойдем, пойду я. Слушай, а может мне нет, просто вот так сделаю. Чтобы случайно не отправиться домой, как я это часто делал. Так, уже все есть. Ну, ладно, все, погнали. Сейчас, собственно, увидимся на месте битвы со скелетромом. Тыщ, тыщ. так, ну вот, я, собственно, на месте. Нарвал тут кактусов. Да, помню, была газировка такая со вкусом кактуса. Фристайла, кажется, называлась. ну вот. Не буду заниматься бредом и подожду пока пока наступит ночь. Вот, кстати, тот старик, про которого я говорил. Олдмен. Возвращайся ночью, если хочешь войти. Ну, войти сюда и так можно, но если мы зайдем слишком глубоко, глубже, чем вот это, где-то на этом уровне, ну, не знаю. Короче, где-то на каком-то уровне, наверное, нулевом, тебе, ну, начнет играть музыка темницы скелетрона и к тебе прилетит самый сильный враг в игре. Это как его зовут-то? Хранитель темницы. Да. Он имеет 9-9-9-9-9 защиты, там, что-то еще. Ну вот. Собственно, арена самая стандартная. Вот так будем с ним биться. И да, я взял зелье охотника, чтобы он мне показывал, где находится скелетрон. Потому что он иногда улетает куда-то и запарывает мне все. И таким образом ночь кончается, когда я его уже убиваю. Почти. А так буду знать, куда стрелять. Старикан. Скоро мы тебя освободим. Ну и зайдем в эту темницу. Так. дайте я для света вот я выключил для более лучшего, чтобы я видел, короче. Я выключил у себя лампу и теперь спрашиваю старика, пустишь ли ты меня? Ты просто обязан быть сильным, достаточно сильным, чтобы освободить меня от проклятия. Мы нажимаем проклятие и появляется наш враг. Бафаемся. Эх, черт, вот спасибо. Такое полезное зелье. Зелье охотника. Хотя, в принципе, полезное. Мы знаем, куда стрелять. Я думал, он будет показывать, типа, вот он там. Типа, там рука скелетрона. В смысле, на экране. Да, своими руками он, блин, тут досаждает. Весьма и весьма. Да, какой механизм? Его голова практически неуязвима. Пока живы руки. Я, может быть, вам покажу как-нибудь, даже вошью в эту серию другие попытки. Но навряд ли, потому что что на них смотреть. Так, вот одну руку мы почти завалили. я советую их одновременно убивать, иначе не знаю, это я такой совет слышал. Вот. Скажу вам честно, я врать, кстати, не привык. его голова почти неуязвима, пока рука жива. Такой механизм, он только в эксперте. А в нормальном режиме вы можете убить голову и не отвлекаться на руки. Но все же руки они тут засаждают. действительно. Действительно. Второй начинаем валить. Вот, начали. Он начал нас щепки кидаться. Кидайте. Ай. Больно. Палим по руке нещадно просто. И по нему тоже заодно попадаем. Давай, подставляй руку. Да, кстати, очень круто регенерируется здоровье со всеми примочками, которые я сюда напихал на эту арену. Давай, давай, давай. Во, все. Так, теперь начинаем именно вот с ним сражаться. Ай, ай, ай. У него 8 тысяч здоровья, 8 800 быть, если точным. Урон я наношу в секунду. сколько? Мало, кстати. Не знаю, что-то мне казалось. Там подстольник есть. Ну, это просто у него защита такая. Ну, где ты там? Башка. вот, вот видите, он нам даже кажется, я по крайней мере туда не смотрю, стараюсь не смотреть, на хелсбар, он нам ниже 300 еще не снимал. Вот, что делает крест животворящий, то есть зелье регенерации. кстати, крестик в игре тоже есть, он ничего-то защищает. Блин. Подбил он нас. Щенок. 3000 осталось. Вот ниже 3000 он не выпускался у меня. Еще. О, черт. Блин. Я придурок. Я все выпил. Давай. Помирай. оставляем ничего-нибудь в наследство. Блин, вот такой же вопрос у меня остается. Сюды. Е. Завалили. Так. Вот, кстати, у нас мы даже это не потратили. Наши ну, почти не потратили наши бафы. Все, старика нет. Старик теперь превратился в в в еще не превратился. Он к нам еще и идет. Видимо. Так. Ну, а теперь мы спускаемся в жуткое место. Пещера Скелетрона. Просто ужасное место. Отвратительное. Я думаю, мы его даже а мы его обследуем в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. С вами был Pixel Madness. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok